Ну что, мы с вами можем перейти к гармоническим инструментам. Это у нас электрогитары и синтезаторы. Синтезаторов у нас не так уж много, а вот гитар достаточно количества и на них держится наш микс. Начнем с куплетных гитар, которые играют у нас переборы и потом во второй части куплета добавляется у нас мьют гитара, которая немного добавляет накала и добавляет движения в куплете. И дальше уже идут в прихорусе у нас мелодические гитары, которые как раз осаживают весь накал, который работает в куплете. Начнем с основной гитары. Что было сделано с этой гитарой? Ничего. Потому что, опять же, темпер был сформирован, я его немножко только украсил, добавил верха. Так как у нас уже ударный бас, разогнанные они у нас яркие, большие, крутые, мощные, агрессивные, можно любое слово к этому придумать. Гитары нужно сделать соответствующими, меньше гундящими, больше яркими, открытыми и низастыми. Эта гитара была достаточно низа, я просто ее немножечко добавил к ней драйва, немножечко острее и ярче за счет добавления высоких частот. Что еще происходит с этой гитарой? К ней добавил комнату. Хочется всегда объема, хочется, чтобы гитара играла в каком-то пространстве, чтобы слушателям максимально ввести в курс дела, чтобы он не в каком-то вакууме находился, а в какой-то комнатке, где играется данная песня. Для этого я использовал комнату от лексикона, небольшой размер комнаты. Так она близко, без задней стенки, без пространства. Так она немножечко объемнее. По ходу песни с этой гитарой ничего не происходит, она является статичной. Что я с ней сделаю? Только подровнял ее, сделал более-менее, чтобы она играла в ритм. Там и так было все хорошо, но для этой гитары с нее все начинается, и она вообще не должна никаких вопросов вызывать у вас. Тем более по времени, по игре. Вы слушаете музыку, и у вас не должны запаривать эти моменты. Дальше в куплете у нас подключаются мьют-гитары. То есть чуть-чуть рока дали. Опять же покажу, как она звучала до обработок. Все делаем ярче, мощнее, сильнее. Добавляем немного верха, добавляем низа и жмем. Все крупнее и массивнее. И комнатку. Соответственно, чтобы у нас эта гитара мьютова, она не была ближе, чем основная гитара. То есть, чтобы гитара была на своем месте, немножечко ее убираем в комнатку. На группе нормально корректируем нижнюю середину. Тут идет борьба за нижнюю составляющую. Потому что весь низ у нас основной находится в бас-гитаре. И там же еще находится у нас саб-бас. И для того, чтобы не было никаких непроисходивных конфликтов, мы контролируем эту область частот. Немножко характера. Потом у нас добавляются еще дополнительные гитары. При хорусе. Полетные с ревербератором. Было много реверба, добавил атак. С помощью трензент-дизайнера. И опять же ярче. Поверху, больше по низу. И компрессия. Вторая гитара. Здесь только эквализация. Все пространство на ней уже собрано и сделано. На группе этих гитар контроль середины. Раскрас поверху. Посмотрите, вот у нас есть две... Получится четыре гитары. В первой части при хорусе у нас играет одна гитара. Справа. Тут играет гитара тоже в телефоне. Она играет у нас ритм-историю. Они, видите, были прописаны, эти партии. То есть я просто выключил их с первой части при хорусе. Картина была слишком полная. Мне показалось, что надо избавиться от даблов вот этих партий. И сделать так, чтобы с одной стороны звучала мелодия. Та-ру-да-ру-да-ру-да-ра-ра-ра. А с правой стороны была ритм-гитара. Все это в радио, немножечко узенько. Точнее, как минимальное количество инструментов. И узенькое по спектру. А дальше, когда вступают барабаны, у нас, соответственно, включаются все гитарные партии. Чтобы лучше сработать на контрасте. Дальше идет припев. Основной элемент в миксе, это, конечно же, в припеве, это пауэр-гитары. Они все сделались ярче, мощнее. Добавилось больше верха, больше низа. Одна из партий. Обрезал верха, чтобы сделать ее немножечко темнее, чтобы она, опять же, не конфликтовала с вокальной партией. Тут подснял верхнюю середину на этой партии. То есть сделал ее более низастой, плотной. Что на группе происходит? Компрессия. Чтобы сделать стенку, успокаиваю гитарку в области верхней середины и немножко добавляю ее в области низа. Более динамически активно я ее делаю. Избавляюсь от ненужного низа. Слушаю, как гитары, именно вот эти пауэр-аккорды, как они звучат с оставленным низом, либо без низа. То есть слушая и смотря, чтобы бас и гитары друг от друга не перекрывали, либо не было какого-то провала между ними. Вот, дальше пульт тек. Добавил верха. И получается еще больше насыщение гитар. И имиджер. То есть без всего этого гитары звучат не ярко, они хуже читаются в миксе, вот просто какой-то собирается бубнеж. Опять же, никаких ревербераторов нету, потому что уже звук был сформирован и на гитарах... В общем, гитары для этой аранжировки подходили. Дополнительные гитары, которые у нас играют в припеве, это... Атмосферная гитара. Она была на ревербе, и чтобы ее сделать более заметной, я ей добавил слэп плейт. То есть почему я его слэп называю? Потому что он с задержкой и играет в другом канале. Соответственно, происходит какое-то такое двоение, которое делает более заметную гитару. Дополнительная октавка в конце. Она перегружена, и на ней нет ни одного ревербератора. Она максимально близкая и крупная. В общем, что происходит с гитарами у нас в миксе? Синты ярче, шире. Шире за счет даблеров. Насыщеннее за счет вот этого характера. И Broward Motion для того, чтобы сделать немножко движения в этом пейде, чтобы он не на месте стоял, а в движении. Далее корректировка по низу для того, что слушая, смотря, чтобы не происходил конфликт между гитарами, басом. То есть эту область оставляем для баса с бочкой. Вот и гитарами. В области трех немножко скорректировал для того, чтобы... Эта область преимущественно для гитар. Синты у нас только какую-то такую подушечку под ногу составляют. Тоже синтезатор в коррекции опять же довел лак для того, чтобы немножко перегрузить и сделать читаемым синтезатор. На еще одном синтезаторе. Такой типа лид синт, который звучит в куплете. Сделать его каким-то немножечко плавающим за счет модуляции. В общем, это все, что мы сделали с гармоническими инструментами. Ну что, перейдем с вами к вокальной партии. Как вы видите, я все части в песне разделяю на отдельные фрагменты. То есть отдельно куплет, отдельно тихий припев, припев, второй куплет, отдельно финальный припев. Вот это все делается для того, чтобы в любой момент можно было редактировать ту или иную часть. Как-то ее модернизировать, обработать, чтобы она не совсем идентично звучала предыдущей части, а звучала более открыто, по-новому. И как бы при заходе в новую часть песни вы получали глоток свежего воздуха, эмоций, и песня звучала интересно. Все вокалы разделенные у меня группируются в папочку, которая называется Vocal Fader. Дальше из этой папочки происходит посыл в 4 компрессора. LA-2A, 176, 670, Fairchild и Distressor. Папочка Vocal Fader, она не идет в мастер-канал. Она идет напрямую в эти 4 компрессора. То есть не друг за другом из компрессора в компрессор, из компрессора в компрессор, а из вокалов каждый из 4 компрессоров. Каждый этот компрессор жмет по 4 дБ, но имеет разное время. То есть в разное время после преодоления порога срабатывания вносит свои изменения в аудиосигнал. Дальше эти 4 компрессора объединяются в общую папку, которая называется Master Lead. Здесь уже происходит коррекция тембра. Немножко корректируется у нас вокал автотюном. Чтобы сделать его больше такой поп-вокал, более сладенький, собранный по тону. Немножко его еще, как бы проходя такую огранку через автотюн. Дальше Airvox. Он у нас жмет на порядка 6 дБ. Давайте посмотрим. Дальше DevilLuck, который немножко делает наш вокал хрустящим и полным. То есть сразу добавляются атаки и чуть-чуть ощущаются согласные в вокале. Дальше F6. Что здесь на нем происходит? Он у меня поджимает низкочастотную область вокалий, убирая вот этот неконтролируемый бубнёши, выстреливание низкой составляющей. Дальше Deisser. Понятно, для чего он нужен. Enhancer, который моделирует и добавляет нам высокочастотную область. Он немножечко опять делает вокал у нас в верхней области более открытым, приятным и еще ближе его к слушателю притягивает. С помощью MAGA я добавляю низких частот в вокале. Как раз мы компенсируем вот этот F6, который у нас давит нижнюю составляющую. И эквалайзер в конце, который ограничивает наш вокал по верхним частотам, который мы как раз насыстили Enhancer. Видимо, уже подходя к конечному миксу, вокал немного хрустел, хотелось его немножечко ограничить в этой области. Это, в принципе, вся обработка вокала. И уже по ходу микса, вокал, когда весь статичный готов, мы уже корректируем основные вот эти дорожки по разделению по частям. То есть при хорусе здесь ограничиваем его по низу, по серединке, чтобы чуть-чуть его отдалить, чтобы он не был ярким, не был близким и не был таким объемным, как в куплете. Чтобы чуть-чуть отвести от кульминации. И как раз к кульминации вокал у нас становится сильнее и мощнее. Также к вокалу имеется вот такая вот параллельная компрессия. Очень сильно зажатый вокал, который подмешивается в припеве. Он есть в куплете, чуть-чуть небольшая пропорция, но в припеве он больше добавляется. Так, нет. То есть эта параллелька, она немножко формирует эту нижнюю область, ее более сжимает и насыщеннее, и активнее звучат верхняя область. Помимо параллельки у нас есть на вокале даблер от Waves. Он у меня, видите, работает больше на верхние частоты. Дальше статичная комнатка небольшая, которая делает вокал более заметным. Чембер, он работает постоянно, где-то больше, где-то меньше. Хьюдж, это наш блэк холл, больше как художественный элемент в вокале присутствует. Он у нас вступает на отдельные слоги в миксе. Вот мы видим его. То есть на бешеный летаю и на аю он типа улетает вперед. Вот, чтобы он был более заметным, мы включаем модулятор. То есть это White Horus пресет. Делается шире, более заметней. И я его ограничил по низу и по верху, чтобы он был не так уж лез в уши. Какие еще художественные элементы? Это дилей, которые на фразу вступают. Вот я не сделал это в первом куплете. Первый куплет у нас более размазанный и менее ритмичный. Поэтому там на концах фраз я сделал просто длинный реверб. А во втором куплете там уже у нас играют ударная установка. И, соответственно, надо было добавить ритма. Размазывать не хотелось. Хотелось чего-то нового добавить. Соответственно, добавил такие вот дилейки. Это у нас обычный эхо-бой, модулятор и devil-luck, чтобы сделать более острым этот отстрел. Если без него, то он не такой заметный становится, не такой хрустящий и недостаточно интересный. Пройдемся по дилейкам, покажу вам. Он работает в основном в припеве. Он в пинг-понге с добавлением реверба и модуляцией. Вот он немножечко с биткрашером у нас. Просто перебирал, видимо, дилей. Я обычно его не юзаю, юзаю эхо-бой, либо репитер. Но тут вот захотелось что-то попробовать интересного. Взял вот его, попробовал его. Он прикольно тут сработал. Также этот дилей срабатывает на бэк-вокалах. И дополнительно еще в припевах у нас работает дополнительно даблер. Еще один. Тут уже тоже бейс, но тут у нас 4 дабла работают. И отвечает он еще за верхнюю частоту. То есть она разогнана, и поверху он прям такой хрустящий и магический получается. Опять же, это не в таком положении жестком, типа, вступает все. А в небольших пропорциях. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. И все это комбинируется, наращивается. И получается уже финальная картинка. То есть если брать какой-то вот прям нарочито один холл, нарочито один дилей и один даблер, и это все подмешивать. И подмешивать это к каждому из вокалов. Точнее вот у тебя есть вокал, и ты только вот эти ревербы, дилеи только используешь, что он не будет работать интересно. То есть на каждую из частей, на каждую из партий у тебя используется своя какая-то обработка. Конечно, это не совсем хорошо для нашего процессора, но он даже вот сейчас в таком положении, когда в проекте только бокалы, он уже типа тупит вместе. Но это OBS, что поделать. Показываю, как есть. Давайте вернемся к припеву. Что в припеве у нас? Еще есть такой вот чембер. Он такой типа гулкий и перегруженный. Еще больше объема, еще мощнее, еще наполненный припев должен звучать. Он работает только в припеве. В куплете все более-менее статично за счет одного статичного чембера, рума и даблера. С основным вокалом вроде все понятно. Еще один такой момент. Иногда бывает так, что аранжировка насыщенная и тембрально вокал очень конфликтует с другими партиями в одном диапазоне, типа гитар или синтезаторов. Можно использовать какие-нибудь устройства, типа либо динамический эквалайзер на полосу частот, на инструмент, который конфликтует с вокалом. Либо это может быть резонаторы типа трекспейсера, которые работают от вокала. Либо тот же самый сув, который тоже можно настроить от вокала на определенную область частот. Я так частенько делаю, но вот в этом проекте еще, видимо, не нужно было это здесь. Вокал и так вроде садился в аранжировку без проблем. Приступим, посмотрим, что у нас с бэк-вокалами. Более агрессивное исполнение, точнее он в другом диапазоне поет, чем основной вокал. Бэк-вокалы, они чаще всего подразмазаны дилеями и ревербами. Для этого я использую другие ревербы и дилеи, которые не используются для основного вокала. Вы их можете подрегулировать специально под бэки, и вы будете уверены, что у вас они не будут сливаться с обработками основного вокала. Вот, то есть для каждой задачи свой реверб, свой дилей. По обработкам бэков. Это channel strip. Прибираю вверх-вниз, чтобы вокал немного сел под основной. Не сверху у него был, то есть не как прям второй голос этот вокал должен работать, а как дабл-вокал, дополнительный вокал, который создает краску и который помогает основному вокалу, который раскрашивает его. Можете видеть вот тут эту коррекцию. И диэсер на группе этих вокалов какая-то коррекция, опять же, ограничивающая по низу и контролирующая по верхней области. И еще один диэсер. Видимо, было недостаточно. Примерно так же и сделаны другие вокалы. Но тут в дабле я просто взял лимитер, не стал его никак... Немного забрать у него динамики, чтобы он не стрелял по отношению к основному вокалу. То есть все делаю под основной вокал. Чтобы дополнительные партии, они были дополнительными и красили вокал, а не тянули одеяло на себя. Что тут у нас? Интервальный вокал? Мне нужна минута, и я забираю тебя отсюда. Компрессия, перегруз и общая эквализация, которая используется, которая редактируется во время прослушивания всего микса, слушая, чтобы этот бэк-вокал сел в пачку. Мне нужна... Просто дополнительные партии, я даже их никак не обрабатывал. Просто компрессия и ограничения по верху. И что у нас тут на сладенькой? Это эммбэк. Ничего необычного. Просто эквализация, ограничения по низу, по середине, которая не будет конфликтовать с другими вокалами. Если бы надо было его сделать основным, конечно бы мы не применяли бы такую эквализацию. И просто я по школьническому сделал реверп в insert. И все. И ограничил лимитером, чтобы он не выскакивал за пределы. Ну и все, тут дополнительные вокалы остались. Здесь у них ничего важного нет. В общем, такие вот интересные расклады. Это то, что было с вокалом сделано. Поговорим немножко про мастер-цепь, про то, как я ей пользуюсь. Общий сумматор, микс-бас, который контролирует все такие же сумматоры на дорожках. Ударных, баса, гитар, синтезаторов и вокале. Тут уже происходит общее регулирование. Насыщение немножечко драйва можно добавить, чтобы еще больше склеить микс. Дальше black box. Сатурация. Я просто понемножечко добавляю в маленьких пропорциях. Немножечко насыщаю и добавляю верха. Ну, это устройство постоянно во всех миксах у меня добавляют. Просто где-то больше, где-то меньше его использую. BX, который ограничивает у нас в моно составляющие и стерео составляющие, в сайт составляющий. В моно мы просто ограничиваем низ до 30. А в сайде у меня до 120-150 обрезаю нижнюю составляющую, потому что она не нужна в этой области. Освобождаю, делаю какой-то запас энергии для того, чтобы на мастере проще это все сжалось, чтобы не было лишней ненужной энергии. Вот. И еще всегда я люблю на сайт составляющий поверху добавить гейна. То есть, просто сделать эту область чуть-чуть ярче, чтобы поверху немножечко это все стало позаметней. Вот. Дальше бустанул немножко низа. И уже в озоне прошла работа с динамикой. Ликвализации тут нет. Имиджер. И максимайзинг. Л2 он использовался у меня в начале при работе над миксом. Вот. Озон я уже потом в конце использовал. А Л2 при работе он просто стоит и отрабатывает 3 дБ, чтобы потом при уже мастере финальном, при максимайзинге у меня не мой малый барабан. Мой транзиент не провалился. И я уже благодаря вот этому лимитеру слежу за ним. Вот. MSID это устройство, которое дает мне понять. Я с помощью него отключаю мид-составляющую, слушаю то, что происходит в сайт-каналах. Вот. Также анализатор, по которому я смотрю характеристику частотную, ширину и корреляцию. Все. Также уровни. На самом деле, как вы видите, здесь работы не так уж и много. Ребята уже все до сведения, много с чего сделали, сформировали звуки, подобрали правильные тембры, поработали над аранжировкой, то, что делает, не знаю, там 50% успешного микса. Вот. Мне осталось это все подкрасить, подрасширить и усадить друг под друга. Спасибо вам большое, что смотрели этот видос. Если вам понравилось, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте то, что непонятно. И спрашивайте то, что если что-то я упустил. И я постараюсь ответить вам на ваши вопросы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok